Добрый вечер дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Итоги выборов президента России и задачи сознательных пролетариев». Идет занятие первый секретарь ЦК РКРП Степан Сергеевич Маленцов. Пожалуйста. Спасибо. 17 марта 2024 года состоялись очередные выборы президента Российской Федерации. Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила итоги голосования, официально утвердив их. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению самих результатов и подведения итогов, давайте вспомним об отношении марксизма к выборам, буржуазным выборам. Буржуазные выборы – это форма классовой борьбы. В них каждый класс на выборах решает свои собственные задачи специфические. Какие задачи решает буржуазия? Это сохранение собственного господства путем некой иллюзии, видимости всенародной поддержки этого господства. Рабочий класс – альтернатива, так сказать, могильщик буржуазии. Какие задачи может решать? Некоторые утверждают, оппортунисты, что он тоже может, так сказать, с помощью выборов завоевать власть. Это не так. Марксизм говорит о том, что на буржуазных выборах власть не завоевывается, тем более в буржуазные органы власти. Рабочий класс решает другие задачи. Прежде всего, использование трибуны выборов для обличения капитализма, для обращения к братьям по классу, для активизации и подъема борьбы выше обычного. То есть он должен использовать выборы для собственного усиления. Если получится на парламентских выборах, то завоевать депутатский мандат, чтобы использовать и этот ресурс. Вот задача рабочего класса. Некоторые товарищи говорят, что они согласны с этими тезисами, но только в отношении парламентских выборов. А здесь президентские. Поэтому рабочему классу не стоит участвовать в президентских выборах, выдвигая своих представителей. Мы считаем, что это неверно. Разницы, собственно говоря, особой нету между парламентскими и президентскими выборами. Задачи те же самые. Использовать трибуну выборов, причем самую высокую трибуну, для пропаганды рабочей политики. Вот задача рабочего класса. А что будет, если рабочего изберут в президенты, нам говорят оппоненты. Получается, что он должен осуществлять диктатуру буржуазии. Ну, при данном соотношении классовых сил, естественно, его не выберут. Это, так сказать, думать так, это не понимать реальность. Жить в какой-то прострации. А если все-таки при другом соотношении классовых сил удастся провести своего рабочего кандидата в президенты при каких-то исторических условиях в будущем, то это облегчит распуск буржуазных институтов власти, ну и, по сути дела, передачи власти органам диктатуры и пролетариата. Это наличие своего президента, который выражает интересы рабочего класса. Если такое будет, мы исключать не можем. На данном этапе задача другая. Использовать трибуну выборов для пропаганды рабочей политики. Для обращения к братьям по классу. Ну, это вот общие такие, да. В конкретно исторических условиях какую задачу решала буржуазия? Кроме общей сохранения власти, предания и легитимности всенародной поддержки, надо было еще сохранить действующее лицо во власти, Путина. При этом данные выборы, они происходили в условиях жесткого экономического противостояния с империалистическим центром, который находится в настоящее время в США. И в условиях идущей специальной военной операции на Украине. Опять же, не только с бандеровцами, которые там взяли власть, установили свой режим, но и в том числе и с наемниками из стран НАТО и прочих. То есть идет жесткое противостояние сейчас. Какие экономические, сказать, последствия этого противостояния? Потому что выборы, например, Украина, на Украине выборы были отменены. Потому что последствия там экономические, они более по своим масштабам разрушительные, чем в других странах, которые выборы проводят. В том числе Соединенные Штаты Америки будут проводить, некоторые страны Евросоюза и так далее. Российская Федерация проводит выборы на всей территории Российской Федерации, в том числе и в новых регионах четырех. Экономическое противостояние между странами Евросоюза, Соединенными Штатами, с одной стороны и Россией, с другой, оно имеет давнюю историю. Прежде всего, идет борьба за рынок сбыта природного газа между Соединенными Штатами и Россией в еврозоне. Есть противостояние и по другим товарам, товарным рынкам. Если обобщить некие макроэкономические какие-то показатели, я попробовал представить в виде таблицы. Ясно, что военная операция, она вызывает скачок цен, потому что через скачок цен, через инфляцию, вот эти дополнительные затраты, они переходят на плечи трудящихся. Заработная плата не успевает повышаться вслед за, так сказать, за инфляцией галлопирующей. Как правило, это позже все наступает, повышение индексации. Сгорают сбережения, которые были у трудящихся. Ну и тем самым основная тяжесть кризиса, она ложится так или иначе на плечи трудящихся. Вот в 2021 год, это еще до начала спецоперации, индекс инфляции был в Российской Федерации 84%, на Украине 10%, в странах еврозоны 5% в средней. Вообще, вот если мы посмотрим страны и статистику, там страны можно разделить на две группы. Первое, это старые европейские страны империалистические, там инфляция низкая. Средняя заработная плата, я могу сказать, в 3-4 раза больше, чем в странах бывших социалистических. Они как второй сорт идут в этой еврозоне. Ну и такая из старых, так сказать, империалистических, ну из старых стран капиталистических, Европы Греция, она тоже находится в низкой, так сказать, части по заработной плате. Примерно сопоставимая со странами бывших социалистических стран. Поэтому там неравномерно, здесь средняя, усредненная показатель по ЕС 5%. В 2022 год Российская Федерация, почти 12% мы видим, на Украине почти 30% инфляция, в странах ЕС 9,2%. Если взять, опять же, я говорил, что там разница очень большая по странам. В Венгрии было 26% инфляция, где-то там не очень большая, в целом 9,2%. При этом повышение заработной платы, это согласно данным статистики, средняя заработная плата в Российской Федерации выросла на 12,6%, на Украине на 6%, в странах Евросоюза 5,7%. То есть реальная заработная плата выросла немножко, только в Российской Федерации, если верить, да, статистики. В остальных упала, особенно на Украине, очень резко. В 2023 год инфляция стала поменьше, 7,4% во всех странах. На Украине 5,1%, еврозона 5,9% в среднем. Повышение заработной платы 14,1% в Российской Федерации, на Украине 17,3% выше, чем инфляция, но меньше, чем предыдущая инфляция. В странах еврозона опять уменьшение, так сказать, меньше по сравнению с инфляцией. Можно вывод какой сделать, что средняя заработная плата, ее покупательная способность в Российской Федерации выросла, если верить данным, средняя, на Украине и в странах ЕС уменьшилась, то есть они ухудшились. Получается, что Российская Федерация вроде ничего не потеряла от этого экономических противостояний, так выходит, да, согласно этим данным, а Европа просила. Если брать показатели ВВП, то в 2022 году Российская Федерация была стагнацией, почти небольшое падение было, а в 2023 году Путин заявил о том, что валовый внутренний продукт у нас увеличился. Но валовый внутренний продукт – это сумма всего производства, товаров и услуг, вооружения, строительство оборонительных линий, так сказать, обороны, да, фартикационных сооружений. Все это входит в валовый внутренний продукт. Но увеличивает ли он благосостояние людей? Делают снаряды, потом их, так сказать, они направляют в сторону врага, да, взрываются, наносят ущерб врагу. Ну, понятно, что это необходимость. Но благосостояние народа от этого не увеличивается, вообще говоря. Поэтому вот этот рост ВВП, он, с одной стороны, вроде говорит о том, что экономика работоспособна, исправилась с этими санкциями. С другой стороны, не говорит нам о том, что благосостояние наше как-то, и наша жизнь стала лучше за этот период. Если мы возьмем ситуацию, да, идущую в военную операцию, и сама необходимость, она побуждает власть принимать те или иные шаги, даже вопреки своим собственным представлениям, заявлениям и прочее. Мы помним, что Путин говорил о том, что когда я буду президентом, повышения пенсионного возраста не будет. Нарушил обещания? Нарушил. Он говорил, что пересмотра итогов приватизации не будет. Говорил. И, в принципе, как лицо, которое выражает интересы буржуазии, он тоже перед буржуазией слово-то не сдержал. Сейчас идет процесс национализации, который был инициирован прокуратурой и Следственным комитетом. Национализируются предприятия, которые имеют отношение к оборонному комплексу, либо те предприятия, которые были во владении иностранными собственниками, и которые иностранный собственник сейчас в настоящее время бросил. Они необходимы для, так сказать, производственных цепочек. То есть вот эти предприятия тоже берутся, но они не столько национализируются, сколько берутся в государственное управление. Процесс национализации формально как обставлен? Есть срок исковой давности – 10 лет. Мы это все знаем. Верховный суд принял решение специальное, постановление, что срок исковой давности – 10 лет – устанавливается не с момента нарушения, то есть в 1994 году, в 1993, а с момента, когда стало известно об этом нарушении. Об этом нарушении стало известно сейчас только. Какое это нарушение? Нарушение, например, по группе стратегических предприятий – это решение регионального органа о передаче в собственность. В то время, как на тот момент действовали законы, что это федеральное правительство только может такие решения принимать. И поэтому сейчас находятся предприятия, которые необходимы для работы оборонного комплекса. Как правило, они все были с нарушением переданы, и под это основание изымается предприятие. Есть другие возможности. Например, депутат Государственной Думы не имеет права управлять предприятием, будучи депутатом. Некоторые депутаты, в том числе из «Единой России», управляясь своими предприятиями, которые им принадлежат, такие тоже предприятия изымаются. Есть те предприятия, которые не выполнили указания властей в 2013 году, по-моему, о деофшоризации. То есть они продолжают какие-то активы держать в офшорах. Находятся такие предприятия, тоже изымаются. Я не буду сейчас все предприятия говорить, я просто на слух. Их очень достаточно много, этих предприятий. Например, 19 февраля этого года стало известно, что Генпрокуратура потребовала вернуть собственность «Ивановский завод тяжелого станкостроения». В 90-е годы признать приватизацию незаконной. Заводы группы Челябинских электрометаллургического комплекса. 7 февраля 1924 года арбитражный суд Цердловской области согласился с требованием Генеральной прокуратуры арестовать акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Кузнецкие ферросплавы», которые принадлежали компании «Эталон». Прокуратура требует изъять эти заводы из чужого незаконного владения и передать государству. Порт в Калининграде. 12 июля Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Колесникову. Его родственникам поданы из-за незаконного приобретения акций «Калининградский морской порт». Верфь, вот здесь, в Ленинграде, да, если взять у нас, судостроительная верфь. Во-первых, у нас есть много судостроительных заводов, одна из них – «Северная верфь». В начале 90-х годов начальник транспортного цеха, он такой был, Абросиных, который позднее стал коммерческим директором «Северной верфи», он отчуждил, как правильно сказать, короче, организовал передачу части территорий производственных, включая и пирс там, в некой конторе, которую сам и владел. И в последние годы, когда строились корабли, они арендовали «Северная верфь», государственное предприятие, арендовало у этого частного предприятия и пирс, и какие-то производственные площади. И вот сейчас прокуратура признала это незаконным, вот это отчуждение. А Абросимов, это вот этот владелец и бывший коммерческий директор, он в свое время здесь при губернаторе представлял и защищал интересы предпринимателей города. Имеет множество наград, почетных грамот, обласком был в властью в свое время. Вот сейчас его, хотят, так сказать, забрать это предприятие. Ну и об иностранных. Это часть, там достаточно много всяких предприятий идет, национализация. Например, все, наверное, помнят такую рекламу Данон, пищевая, французская компания. Поскольку она ушла, Макрон сейчас очень воинственные такие заявления делает и заставляет тех предпринимателей, которые здесь вели бизнес, уходить из России. Поэтому 83 миллиарда обыкновенных акций Данон Россия 16 июля были переданы в управление Росимущества. А возглавляет теперь Данон глава Минхельхоза Чечни Якуб Закриев. Ну это процесс приватизации. Но мы понимаем, да, что обращаясь, например, к федеральному собранию, Путин озвучил некую программу, которая потребовала и он сказал, что у нас эти деньги будут и даже есть на 14 триллионов рублей всякие социальные проекты. Потому что Российская Федерация, несмотря на все потоки и заявления вымирающая страна и даже приток мигрантов, который поощряется властями Российской Федерации и Средней Азии, как правило, идут потоки и им дают гражданство, он все равно не восполняет естественную убыль населения. Российская Федерация при всей огромной территории вымирающая страна получается. За все эти 30 лет не удается им решить демографический вопрос. Поэтому деньги требуются на реализацию этих программ, где их брать? Но один из механизмов это приватизация. Его озвучил Костин, мы знаем, на экономическом форуме. И поэтому параллельной национализацией идет приватизация предприятий. Недавно Силанов сделал заявление о том, что за 2023 год с помощью приватизации бюджет пополнили на 29 миллиардов рублей. Достаточно большая сумма. В планах было на 2024 и последующие годы приватизировать предприятие на сумму миллиард 200 миллионов ежегодно. Однако была внесена корректива. И теперь план по доходам бюджет от приватизации 100 миллиардов в год. Какие предприятия планируется приватизировать? С одной стороны они хотят приватизировать те, которые изымают недобросовестных собственников, а с другой стороны выставить государственные предприятия на продажу. Например, РЖД. Это государственные предприятия. Степень капитализации и стоимость акций достаточно большая и исчисляется порядка триллиона рублей. 100% владеет государство. Они говорят, что мы, Хатчиланов предлагает, оставим себе контрольный пакет, а остальные продадим. И так касается остальных компаний с государственным участием. Оставляется контрольный пакет, а другая часть продается. В том числе ВТБ, например, где Костин, который требует приватизировать процесс приватизации на 80% принадлежит государству. Поэтому он, видимо, хочет, чтобы 30%, 29%, чтобы отошло его людям. Поэтому эти процессы одновременно идут. Национализация и приватизация. Необходимость заставляет национализировать и в то же самое время капиталистическая реальность заставляет и приватизировать. Если мы возьмем Газпром, помните рекламу, да, Газпром национальное достояние России. Сейчас последнее время оно сошло, нет уже, да, Газпрома не рекламирует. Почему? Вот я сделал выписки здесь специально за 2021 год, например. Газпром реализовывал миллиарды кубометров газа, природного газа. На внутреннем рынке это в Российской Федерации 274. И выручка составляла 1 триллион рублей в 2021 году. На внешнем рынке 228, это меньше, чем на внутреннем. Из них в основном это в странах ЕС 174. И выручка от внешней торговли составляла 4 триллиона рублей. То есть меньше, а в 4 раза больше. Поэтому когда вот это шло вытеснение Газпрома с европейского рынка, многие говорили, так вот же внутренний рынок, давайте газифицировать и проще. А Газпрому это невыгодно. Смотрите по цене, да, он теряет рынок сбыток, где в 4 раза дороже покупают газ. Ему предлагают восполнить здесь в 4 раза дешевле. Им это невыгодно. В 2023 году путем отказа от, ну, политика отказа от российского газа, вытеснения его, подрыв северного потока газопровода, который Газпром строил, инвестировал туда огромные средства, закрытие других газопроводов, значит, в ЕС было поставлено 26,4 миллиарда долларов, в основном по турецкому потоку и еще по действующему. его вытеснили, мы видим, да, то есть рынок европейский теряется. Трубопроводный газ, который поставлял Газпром, он самый дешевый, потому что замещается жиженым газом из Соединенных Штатов Америки. Они сейчас экспортер номер один в мире, были на третьем месте, стали теперь на первом. То есть они полностью вытеснили Газпром и сами завоевали этот рынок. они специализируются на жиженом газе. Его можно мобильно перебрасывать с одного на другой участок. При продаже теряется покупатель, находится следующий. Трубопроводный так не получается, потому что мы привязаны к трубе. Он самый дешевый, но он самый обремененный условиями. если отказывается покупатель, то все, некуда девать. Надо следующую трубу, это годы работы. Поэтому они сейчас тянут в Китай трубу дополнительно, но она во-первых не восполнит вот эти трубопроводы, и потребности там такой нет, и вложения очень большие в Газпроме. И если мы возьмем за 2023 год, то впервые за долгие годы Газпром потерпел убытки, и из бюджета Газпром передан 400 миллиардов рублей. То есть он стал не приносить, а наоборот забирать из бюджета. Поэтому не все так благополучно. У нас есть определенные конечно издержки этих санкционных войн, я имею в виду в экономике Российской Федерации. По нефти удается пока выстоять, найти другие рынки сбыта. И тот потолок, который установлен, он уже давно торгуется выше этого потолка. По нефти удается, по газу нет. Строительство и переориентация на сжиженный газ также требует больших вложений и строительства специальных заводов времени несколько лет. Поэтому впереди что здесь будет с этой отраслью сказать пока никто не берется. Экономически пострадала и Европа как мы видим, но она еще не перешла на военные рельсы, поэтому роста ВВП там мы не наблюдаем. Теперь перейдем непосредственно к выборам. Вот в этих условиях власти организуют выборы. выборы президента Российской Федерации. Если посмотреть историю выборов, вот здесь есть история выборов по годам, то я потом объясню, то выигрывает всегда тот, кто организует эти выборы. При этом для того, чтобы выигрывать более изящно, эти правила все время меняются. Ну, правила проведения выборов и выдвижения, и сопровождения выборов. Если обратиться к истории вообще проведения выборов Российской Федерации, то это надо обратиться к 905-му году. Тогда состоялись выборы впервые в Думу в результате революционных процессов. При этом в Первую Думу большевики в выборах не участвовали, потому что шел подъем революции. А Дума была царем предложена для того, чтобы сбить вот эту революционную волну. Поэтому было совершенно правильно отказ от участия. Сама Дума предполагала просто совещательный голос нерешающий. А следующая Дума выбиралась по таким правилам. Значит, она была разбита на несколько курий, и каждый голос весил в зависимости от социального положения тех избирателей, от курии, которой он избирался. Например, помещики. Один голос в 1905 году от двух тысяч помещиков. От буржуазии города четыре тысячи, от крестьян 30 тысяч квота было, рабочие 90 тысяч. Но уже в 1907 году, когда революция пошла на спад, то есть царь изменил вот эти правила. Теперь от помещиков один голос уже не от двух тысяч, а 230 всего человек давали один голос. Городскую буржуазию он разбил на две части. Та, которая имущая от тысячи человек от интеллигенции, от социальных слоев мелкой буржуазии две с половиной. Все равно увеличил. То есть буржуазия немножко добилась уступок. Было четыре тысячи, а теперь стало в таком соотношении. От крестьян в два раза было 30, стало 60, рабочие было 90, стало 125. Петросовет, который в 1917 году избирался в 1917 году в феврале во-первых, он упразднил царское требование, потому что рабочие от предприятий менее 50 человек вообще не участвовали никак, не учитывались. Это было 2 миллиона человек в царской России не имели по вот этим законам своего представительства. Поэтому Петросовет это отменил, от предприятий от всех выдвигались, и одна тысяча от человека был один голос. Самые демократические выборы были с самого начала с точки зрения рабочего класса это Петросовет. Выборы менялись, правила выборов менялись и меняются на протяжении всего последнего времени. В 1991 году эти выборы еще были в российский РСФСР. В первые выборы было 6 кандидатов, цифра здесь 6. организовывал выборы Верховный Совет и Ельцин во главе которого стоял. То есть буржуазия, она рождающаяся буржуазия. От КПСС тогда участвовал Рыжков. Но участвовал не только он, а самовыдвижением представляли интересы КПРФ и другие. Больше всех тогда голосов набрал после Рыжкова набрал Тулеев, если вы помните. потом впоследствии ушедший в Единую Россию и ставший губернатором Кемеровым. Значит, Ельцин тогда набрал 45 с половиной миллионов голосов. КПСС условно, это Рыжков и все остальные, там были растянутые голоса, набрали 25 миллионов. То есть проигрывали. На тот момент страна была охвачена идеологией, выбегали эти толпы всякие в поддержку Ельцина против Горбачева. Да и вообще Горбачев шел не туда, и, конечно, авторитет КПСС среди населения был очень низкий, крайне низкий. В 1996 году там уже капитализм набирает силу, все видят, к чему приводят итоги приватизации, соотношение сил уже немножко другое. Во-первых, участвовало 10 кандидатов, во-вторых, было впервые в истории два тура, пока единственные, два тура. С одной стороны, Зуганов представлял КПРФ и коммунистическую идею на тот момент публично, ну и Ельцин, выражающий интересы буржуазии. Многие говорят, выборы немножко как бы уже тогда был нечестный подсчет голосов даже, организован, что на самом деле победил Зуганов, так считается, тем не менее, тем не менее, он победу сдал, поздравил Ельцина, но официально на первом этапе побеждает Ельцин, но не 50 процентов, за него 26 голосов, 26 миллионов голосует, Зуганова 24, противостояние почти, половина на половину, остальная гребенка растягивается, больше всего генерал Лебедь такой, помните его, да, с ним делается договор, и он призывает своих сторонников голосовать за Ельцина, и во втором туре уже Ельцин побеждает, набирая 49 миллионов, Зуганов 30, 90-й год, 2000-й год, жизнь лучше не становится, авторитет Ельцина был тогда раздут, видимо, требовалось очень много денег, и вообще это сказать, разговоры в обществе шли о том, что что-то нечисто, поэтому на выборах 2000-го года Ельцин отказывается от участия и, так сказать, выдвигает Путина, преемника находит. Путин организует выборы, но власть организует выборы. 2000-й год, чем они отметились? Опять же, много кандидатов, 11 человек, очень много, так, 2000-й год, 11 человек. Путин набирает 39 миллионов и 7 десятых, Зюганов достаточно много, 22 миллиона, то есть за него достаточно много. Тогда же выдвигалась Памфилова, такая, знаете, это председатель ЦИК, она набрала 1% голосов. Это женщина, которая была в правительстве Гайдара Черномыргина, была министром по социальным вопросам. Потом она сидела в доме, представитель правых, либеральных сил, сейчас она возглавляет Центральную избирательную комиссию. Что, откуда она взялась? Тогда же был Титов, набрал полтора процента. Кто такой Титов? Это предприниматель, организовал собственную партию потом в свое время, и теперь вот эта партия объединилась с другой партией, которая называется Новые люди. Ну, история рождения вот этих сил, да, она берет и участие в президентских выборах, это 2000-й год. 2004-й год 6 кандидатов, Путин набирает 50 миллионов, то есть он прибавляет 10 миллионов, участвовал тогда Харитонов, если вы помните, Зюганов не участвовал, набрал 10 миллионов, то есть идет снижение количества избирателей, которые голосуют за КПРФ и за его кандидата. Это был второй срок, и по Конституции Путин больше участвовать не мог, 2008-й год, это выборы Медведев, когда был выдвинут Медведев, преемник, то есть Путин нашел преемника, который должен был ему место сохранить для следующего срока. В 2006 году была упразднена графа против всех, я напоминаю. За этот срок президентства был принят закон о политических партиях и установлено бюджетное финансирование. То есть правило, партия, которая представлена в Государственной Думе, она получала из бюджета определенную сумму денег. На первых парах 10 рублей. сейчас это 152 рубля. То есть увеличено многократно. Заработная плата у нас так быстро не росла. А бюджетное финансирование этих партий из бюджета оно очень сильно увеличивается. Платится за каждый голос, который получает партия на выборах. если это парламент, платится весь срок 6 лет или 5 сколько он там срок полномочий. Если на президентских, то единовременно по результату выборов. Значит, 2008 год Зюганов участвует опять, немножко улучшает результат 13 миллионов, но Медведев получает 52 миллиона, тоже улучшает результат за счет того, что всего 4 кандидата. То есть линейка меньше растягивается, поэтому естественно каждый получает побольше голосов. В 2012 это особые выборы. Здесь идет уже конфликт между либеральной частью буржуазии и та буржуазия, которая ориентирована на самостоятельное управление ресурсами Российской Федерации. Между ними конфликт определенный. Он начался еще по результатам выборов 2011 года в Государственную Думу. Помните вот эти болотные протесты начались? Власть миллионам, норковые шубы, сообщак на митингах и прочее. Вот эти выборы состоялись в 2012 году по результату этих протестов или накал этих протестов. Было пять кандидатов выдвинуто. при этом участвовал самовыдвиженец Прохоров такой. Помните олигарх? Он возглавлял партию, однако от партии выдвинуться не удалось. Его с помощью интриг там убрали из этой партии. И он был вынужден собирать два миллиона подписей. Тогда было два миллиона. Сейчас Надеждин сто тысяч не мог собрать. А тогда два миллиона подписей. Представил их избирательный комиссию и его зарегистрировали. Что интересно, Путин набрал 45 миллионов тогда, Жиганов немножко улучшил результат 12 миллионов. Прохоров тогда занял третье место. Но в крупных городах он занимал второе место, это Москва, Ленинград. А в студенческих общежитиях, где были избирательные участки, он занимал первое. О чем это говорит? О том, что идеи крупной буржуазии, которая ориентируется на Запад, они находят благоприятную почву в студенческой среде, которая становится в будущем, как они себя называют, мозгом нации, Владимир Лич их так называл, они думают, что это мозг нации. Хотя при этом не все студенты конечно переходят на точку зрения Прохоровых и других, конечно есть и те, которые переходят на точку зрения рабочего класса, на его позиции, но таких меньшинствах. То есть все-таки это благоприятная почва для этих настроений. 2018 год. Семь у нас кандидатов тогда участвовала в избирательной кампании и пробовала выдвигаться партия Родфронт. Мы выдвигали нашего рабочего кандидата впервые за всю историю этих президентских выборов непосредственно шли на выборы. Была Наталья Сергеевна Лисицына. К сожалению, не удалось собрать нам необходимых 100 тысяч голосов, поэтому ее не зарегистрировали. Путин тогда входил в кампанию, если вы помните, на встрече с рабочими заводами. Мы задали вопрос, собирается ли он участвовать в выборах. И он, отвечая на вопрос мастера смены, сказал, что да, тем самым в общественном сознании формируется образ, что его выдвинули, он идет по просьбе рабочих на выборы. Президента. То есть он вот эту нишу пытался с собой заслонить. Вышел на выборы. Набрал он 56 миллионов голосов. Грудинин, который выдвигался по результатам праймерис, тогда, если вы помните, левый фронт удальцов устроили праймерис, участвовали разные, якобы победил Грудинин, вот он набрал 9 миллионов. То есть идет понижение. В этом году то же самое удальцов пробовал организовать праймерис. И не Харитонова выставить, а единого такого кандидата, который поддержан всеми, предложить КПРФ. Однако эту затею быстро свернули, КПРФ сказало, что мы не будем это делать, этим заниматься. Ну а самого удальцов даже арестовали, чтобы он не мутил воду. Почему? Потому что ситуация изменилась, сейчас требуется спокойное проведение выборов, с точки зрения буржуазии мы говорим. Сейчас не время для того, чтобы тут расшатывать ситуацию, потому что это опасно для режима, да и вообще можно проиграть идущую военную операцию, если тут начнутся всякие процессы, которые будут поддержаны странами ЕС, Соединенных Штатах Америки. Поэтому Путин, когда входил в компанию, он шел от кого, если вы помните. На вопрос командира Спарты Артема Жога он ответил в присутствии ополченцев и воинов, которые воевают на СОО, что да, я иду. Вроде как представляет вооруженные силы, представляет борющийся воющий народ. Так это должно было восприниматься. Поэтому вход в компанию тоже очень важно отметить, как это происходит в общественном сознании, как это отражается. Он представляет борющийся на фронте. Выборы состоялись. Сама компания была очень вялой по сравнению с предыдущей, где были шоу, где поливали друг друга водой, вызывали интерес, интриги, друг к другу компромат какой-то, пытались применить кандидаты. Здесь этого не было ничего. Все тихо, спокойно, чинно, благородно так это шло. Какую задачу должен был решить рабочий класс? Ну, собственных возможностей выдвинуться. если когда была зарегистрирована партия РФ, она хоть призрачная, но была. Здесь этой возможности не было. Поэтому с нашей стороны, со стороны РКРП, было обращение к КПРФ, к съезду, который должен был назначить кандидата от партии, с тем, чтобы они рассмотрели наше предложение выдвинуть непосредственно самого рабочего. Вот эти политики им не доверяют, особенно такой, как Харитонов или еще какой-то выйдет думский щаделец, но не доверяют рабочие. А вот это выдвижение именно представителя рабочего класса, профсоюзного активиста, оно осталось бы не замечено, его бы заметили. И вот этот человек должен был, на наш взгляд, призывать к собственной борьбе. Не говорить, что голосуйте за меня, я на следующий день выйду в Кремль на работу, как Харитонов делал, и установлю социализм, в том, что нужно на собственные силы только надеяться. Не на выбор, а на собственные силы. Да и сам Харитонов даже ту повестку, которую он должен, обязан был, ведь КПРФ предложила признать Донбасс, и по сути дела инициировала вот эту специальную военную операцию тем самым. Путин говорит о том, что во всем конфликте получается, виноват Ленин. Оказывается, он передал российские территории, создал государство Украину, и теперь мы расхлебываем. Так заявляет Путин. Так что должен был Харитонов-то делать, если он действительно коммунист? Он должен был ударить по рукам за такие домыслы. Советский Союз был разрушен благодаря в том числе и Путину, его патрону, Собчаку, которому он служил все эти годы. Именно поэтому капитализм принес войны. Не было, если бы была советская страна, разве была бы война между Россией, Россией, Россией и Украиной, Советской, УССР. Даже представить это невозможно. Даже сейчас с трудом мы представляем, как это случилось. Поэтому виноват строй капиталистический он. Но такой агитации даже не вел. И следующий этап, мы сейчас ведем антифашистскую борьбу, войну. А дальше то что? Ведь устанавливается, мы не освобождаем эти территории от капитализма. Поэтому задача перерастание антифашистской борьбы в борьбу за социализм она не в повестке скоро встанет. К ней надо быть готовым, готовить народ. И эти призывы тоже должны были звучать. С уст Харитонова, с уст того, кто взялся выступать от имени коммунистических сил. Однако этого Харитонов не делал. Он просто по сути дела подыгрывал Путину, всячески его нахваливал, говорил, что я его критиковать не буду. Харитонов имеет. Если Исиганов имеет награды медаль Столыпина в обервешателе России, то Харитонову присвоили звание Герой Кипиталистического Труда. Высшую награду имеет. Поэтому он, естественно, отыграл свою роль и получил достаточно скромный процент голосов. Сами итоги сегодня озвучены. При очень огромной явке избирателей выше обычного. Но надо сказать, что с одной стороны три дня голосования все-таки это проще, чем один день. Явка за счет этого увеличивается. Потом есть дистанционно-электронное голосование, есть такая форма. то есть это тоже упрощает участие в выборах. Плюс еще вот эти атаки, которые шли во время выборов со стороны ВСУ, вот эти атаки на Белберг, на Курск, у некоторой части вызвали подъем настроений патриотических и даже они, не собиравшись идти на избирательные участки, они пошли. То есть имел и такой эффект обратный тому, что хотели достигнуть бандеровцы. Выборы состоялись, проценты получены при достаточно высокой явке. Можно их проанализировать коротко. Значит, Путин набрал огромное количество, 76,3 миллиона голосов. То есть он прибавил свыше 20 миллионов с прошлых выборов. Это очень большой пласт. КПРФ потеряла, да и вообще все потеряли. И колеблется в районе 3,8 3 миллионов голосов вот этих кандидатов. То есть Харитонов, вы знаете, набрал 3,8 миллиона, Дованков 3,4 третье место, Слуцкий 2,8 миллионов голосов. Но они все набрали больше 3 процентов, что позволяет им получить бюджетное финансирование. Не финансирование, а бюджетное это сказать единоразовое такое выплату. 152 рубля за каждый голос, который они получили. С выше 3 процентов набираешь порог, вот они все прошли порог, это утешительный приз на деле. Если анализировать опять же, как выборы распределились по регионам, по городам, Дованков побеждал Харитонова, хотя он на третьем месте по общему федеральному округу, тем не менее, в крупных городах, как и Прохоров, он одерживал победу. То есть вот эти либеральные настроения и та оппозиция, которая за рубежом, она призывала своих сторонников голосовать за Дованкова, то есть эта либеральная часть, она голосовала некоторые, шли которые голосовать, он набирал второе место. В студенческих общежитиях его тоже показатель был очень высокий, и в Новосибирске в университете он там одержал победу, набрал больше, чем Путин. То есть студенты, вот эти идеи, да, наиболее им близки, и в этот раз, как тогда было, когда Прохорова шел. Просто отмечаем для себя. Для КПРФ вот они выступили с инициативой признать Донбасс. Какие голоса они получили на Донбассе? Низкие, третье место, то есть там побеждал Слуцкий где-то. Опять же, второго места на Донбассе у КПРФ нет. Более того, там ниже среднего процент голосов, но там выше по стране за Путина голосовали. То есть никакого усиления в новых регионах коммунистической составляющей КПРФ не добивается и в них не видит главную никакую политическую силу, способную выражать их интересы. Ну, избиратель имеется ввиду этих новых регионов, которые вступают. Это тоже показало. Наша тактика в чем состояла? Нашего кандидата в бюллетене не было. Что делать в данном случае? Обращение КПРФ проигнорировало, поэтому остается либо не участвовать в голосовании, ну, это бойкот такой приводит к пассивному положению, либо портить бюллетени, голосуя за всех, ну, делая какую-нибудь надпись за рабочую политику или еще в таком же духе. это полицовет рекомендовал идти по пути принять участие в голосовании и голосовать против всех, хотя графы такой и нет. По этой позиции на 400 тысяч больше, чем на прошлых выборах испорченных бюллетеней. то есть, это надо иметь ввиду, да, несмотря на такую всеобщую поддержку, количество, которые не нашли своего кандидата, их тоже увеличилось по сравнению с прошлыми выборами. протестная группа где-то внутри. если взять как проигравшая сторона, та, которая не смогла принять участие, я имею ввиду Надеждин, как комментирует, и та оппозиция, которая находится за границей, комментирует выборов, то вот Надеждин утверждает, что если бы его допустили, за него бы голосовало 20 миллионов. По экзекпулу мы просим отсылаться на научные всякие изыскания. Так ли это или не так, мы проверить, конечно, не можем, тем не менее, мы констатируем, Надеждин был кандидат, который призывал к мирному регулированию, за мир и проще, критиковал Путина, его политику, его не допустили до выборов, потому что не нужно расшатывать лодку. Он бы не побеждал, он это признает, что я бы не победил, но я бы сделал, задел на будущее, на следующих выборах, и я бы показал, что есть силы и прочее. Пошло-поехал, он так это объясняет. Я слушал интервью Каспарова, оппозиция, которая за рубежом, она разделилась. Некоторые говорили, что надо голосовать за Дованкова, не потому, что он либерал, а потому, что это против Путина. И вот это правильная тактика, не ходить на выборы, это неправильно, это аполитичность, надо идти голосовать за Дованкова, чтобы насолить Путину. Другая часть говорила, нет, мы за бойкот, никаких хождений на избирательные участки, в лучшем случае, это как Навальный, прийти на избирательные участки в 12 часов, постоять и уйти. Каспаров такой, он придерживался второй линии. И в интервью он сказал, что в настоящее время, но он не признает эти выборы, естественно, да, он пробовал в свое время выдвигаться, и ни один в Москве, ни один зал ему не дал возможности провести собрание, собрать 500 человек, чтобы они его выдвинули президента. В 2000 каком-то году это было, и он с тех пор понял, что все, крест поставил, и только вооруженным путем можно изменить и освободить Россию. Он говорит, главное, чтобы победила Украина, после этого второй шаг освободить Россию. Это можно сделать только путем насильственным. Он прямо это говорит. И люди, которые связаны с Каспаровым, они сейчас поехали в Киев, они встречаются с этими добровольческими объединениями, которые терроризируют жителей Белгорода, то есть власовцы, которые воюют под знаменами бандеровцев сейчас против наших войск, российских войск. Вот прямая связь, то есть в открытую уже идет, да, кто кого. Сами власти, не власти, некоторые приближенные, скажем, к империалистическим кругам заявляют о том, что задача поражения, как они говорят, поражения Путина с целью создания на территории, дальнейшем создания на территории России нескольких государств, потому что Россия в таком состоянии, она опасна, она агрессивна, она империалистическая, ее нужно разделить, и тогда мы, весь мир, Европа заживет спокойно. Вот. Дальнейшее, после расчленения, да, на несколько государств, это взятие под контроль этих правительств, ну и третий сорт уже, второй сорт есть, теперь третий сорт нужен, видимо, государств, которые будут обеспечивать благосостояние империалистических центров, то есть такая задача, которую ставят перед собой в противостоянии с Российской Федерацией империалистические круги на Западе. Что можно сказать по итогам, если подвести, да, политические итоги какие? Политические итоги, что КПРФ резко сдвигается вправо, представляя коммунистическую по названию партию, никакие интересы коммунистические она не выражает, политику коммунистическую, рабочую политику она не проводит, проводить не будет, голоса теряет, к чему это приводит, на примере той же Украины мы видим, что в случае каких-то деструктивных процессов установления фашистской диктатуры, да, эта партия будет выброшена вон тот же КПРФ, она отыграла свою роль, как в свое время КПУ, теперь Симоненко, который участвовал в выборах тоже президента, занимал вторые места, было представлено КПУ очень широко в Верховной Раде, теперь о КПУ не слышно, не видно, сам Симоненко находится в бегах, живет в эмиграции, против него на Украине заведено уголовное дело и прочее, если найдут его, либо посадят, либо ликвидируют, Симоненко, вот итог этой политики, то же самое ожидает и Зуганов в случае деструктивных процессов здесь, в России, от них никто не застрахован, поэтому, чтобы избежать этого, здесь нужно усиление коммунистического полюса, настоящего коммунистического, и основная задача, кроме общих моментов, они всегда остаются, что выборы это, так сказать, не изменяют того факта, что постоянно нужно делать усилия, да, и организовываться в класс, в борющийся класс, заниматься экономической борьбой, проводить агитацию, это всегда остается, выборы прошли, мы продолжаем это делать, но тем не менее, факт остается фактом, нет той силы, которая бы выражала интересы рабочего класса, на политическом публичном поле, нет, поэтому нужно становиться нам самим такой силой, а как партии РКРП, например, мы перед собой задачу видим, это сохранение нашего ортодоксального характера, потому что нужно сохранять ортодоксальный характер, и сливаться с борьбой класса, с жизнью класса, иначе нам будет трудно, без класса делать ничего нельзя. Ну и последнее, забыл об этом сказать, какие суммы были затрачены на выборах, уже посчитали, избирательная кампания, она официально проходит, самый дорогой голос был у Дованкова, 110 рублей, то есть за голос, бюджет ему вернется 152, они все равно все в прибыли, то есть на избирательную кампанию были затрачены определенные средства, если разделить на количество средств, на количество голосов, которые они получили, получается 110 рублей, Слуцкий 76 рублей, Харитонов, 44 рубля, 150 им возвращается, то есть они получат из бюджета в плюс 400 миллионов рублей где-то, не густо, но паршевой овцы хоть 600 рублей, как говорится, Путин меньше всех 4 рубля за голос, то есть у него был самый большой избирательный фонд, самая большая оплата всех сборщиков и прочих, но тем не менее за счет этих миллионов это распределяется, получается небольшая сумма 4 рубля. Ну на этой ноте мы наверное и закончим. Спасибо, Владимир Сергеевич, вопросы? Первый вопрос, антифашистскую борьбу буржуазно-демократические государства поддерживают, следует, но способна ли РФ деноцифицировать Украину? Имеет ли буржуазный РФ политический ресурс для деноцификации? Товарищ у нас может деноцифицировать тот режим, который представляет ей грозу и опасность. Режим Зеленского, Порошенко и прочих. Она его сломает. Убрать корни нацизма она не может, потому что они заложены в капиталистической фроне, в природе капиталистического строя. Но сломать конкретный режим и сделать его более дружелюбным, в форме буржуазной демократии с издержками с определенными. Она это может. Следующий вопрос. Зюганов считает, что Путин уже включает элементы программы КПРФ в свою. Это прогрессивно или нет? Значит, с точки зрения сегодняшнего момента, то, что делает Путин, то, что предлагает некоторые вещи КПРФ, это прогрессивно, но это не коммунистически. Это о чем говорит? Если Путин в буржуазе ворует какие-то идеи или программы у КПРФ, о чем? О том, что это буржуазные просто программы, они не коммунистические. Они прогрессивные, это буржуазные прогрессивные. Спасибо. Вопросы закончились. Переходим к выступлению. Виктор Ракайч Вильтель, пожалуйста. У всех на памяти еще, можно сказать, выбора не тепленькие результаты только выдали. Поэтому спасибо Степан Сергеевичу, что он подвел итоги, в том числе совершил экспорт в историю и с экономикой это дело увязал. И я думаю, что надо полностью согласиться с выводами. Потому что все эти проценты, рекорды, сколько там никогда не было, и вот, и прочее, прочее, мы все уже проходили. Ельцин, когда он шел на выборы, когда он шел на выборы народных депутатов Советского Союза по округу номер один в Москве, при явке за 80% набирал 89% голосов. Причем это было в те времена, когда Ельцин на вопросы журналистов, кто для него является идеалом человека и политика, твердо, убежденно отвечал Ленин. Поэтому все проценты, которые получаются на буржуазных выборах, они должны нами рассматриваться диалектически с пониманием и прочим. И те рекорды, которые Путин поставил, тоже. Сейчас мы к ним вернемся. А вот эти пункты, которые следуют из доклада Степана Сергеевича, очень важно понимать и подчеркнуть. Первое, это то, что реакция усиливается в России. И вот на эти выборы вышли уже и без митингов, и без демонстраций, и без партий. И без единой партии ни одной имеется в виду, нет, которая радовала бы за подъем собственной борьбы трудящихся, и более того, как мы уже увидели, оказывается, оказывается, те самые люди, которые называли себя кандидатами и говорили, что если вышел на ковер, то борись, да, ни один из них, ни один, не позволил себе никакой критики в адрес действующего города. Никакой. пусть бы по тем же импортозамещению, или по пенсионному возрасту, или по войне, которая в общем-то развязана тем, что капитализм ее принес на землю в России, а вымиранию людей. Ни по одному пункту, ни по одному нет. То есть, это вот та ситуация, которую Владимир Ильич, значит, о чем вспоминал Степан Сергеевич в 1905-1906 год, после поражения революции, значит, говорил, что порнография на место политики идет становится. Вот примерно то, что мы имеем сегодня и то, что видим. И поэтому абсолютно верный вывод, который предлагается для трудящихся, что надеяться на какие-то левые силы, тем более в парламенте, на так называемые честные выборы, на Зюганова с Харитоновым, не приходится. Поэтому главная задача это поднять трудящихся людей для собственного участия в политике. А для этого, в том числе для использования выборной трибуны, для агитации, пропаганды, по-коммунистически, и прочее, надо решать вопрос и о субъектах политическом. То есть о регистрации какой-то формы, через которую можно будет это делать. Вот над этим надо думать, тем более, что парламентские выборы через год. Все, у меня. Спасибо. Товарищ Чижевский, пожалуйста. Считаю, что не только обыватель современный, а и даже наши просвещенные товарищи ошибаются в оценке современной мировой ситуации. Вот первая малая ошибка следующая, что везде звучит то, что Российская Федерация это равный противник Запада или США. Нет, это неправильно совершенно. Нужно видеть, на каком этаже происходит ситуация. Есть Запад или США главный, сильный. У него есть колонии. Российская Федерация самая большая колония. Украина и Западная. Что должен делать вот этот хозяин Запад для проведения своей политики? Он должен обеспечить конкуренцию, грызню, войну между своими слугами. Поэтому он приказывает президенту РФ и всей власти и президенту Украины давайте убивайте друг друга. То есть если у людей было пролетарию все стран соединяйтесь, то у капиталистов пролетарии науствуйтесь и убивайте друг друга. Но это маленькая вещь, что Российская Федерация не является равной США. И главное, что определяет мировую ситуацию, что есть в современном мире три процесса сразу, сразу три. И Российская Федерация она как бы трижды изгой. Первое и самое главное это классовая изгойка среди классов. Ну как по классовому признаку. то есть высшестоящие там это средний слой и верхний слой уничтожает пролетариат. Хоть в России, хоть на Украине, хоть там в Америку. Это первая стезя борьбы. Вторая стезя борьбы, что есть страны, среди них идет борьба, которая так же как у них человек с человеком, он ему не друг, а конкурент. Так же и государство, они не друзья, а конкуренты. И среди этой оралы грызунов выбирается как самый слабый или самый потенциально опасный. Поэтому государство, остаток Советского Союза, самой большой Российской Федерации, она изголь среди вот этих мелких стран, на которые натравливаются все остальные колонии, и она будет уничтожаться. Это просто интерес элементарный. Это как бы вторая течение вот в этом мировом обувлении. И третья, по национальному что ли признаку или по воспитанию, по менталитету, это кого надо считать, русских? Тоже понятно. То есть получается три борьбы классу, по классу пролетарий, по стране Российская Федерация и по менталитету русским. А русским осталось больше всего человечества, больше советского коммунистического. Поэтому на всех трех вот этих фронтах наше положение тяжелое. Причем это вот рассчитывается сразу, это все идет хоть сверху от классов, от олигархов, от государств, хоть снизу от рядового человека. Во мне есть приоритет общего, коммунистического и шкурный интерес частный. Вот кто во мне переводит? Сегодня мы знаем, что 95% это частники, шкурники в гробу, они видели там народ и так далее. И верхушка хитрая, она использует это, разжигая все это время психологической холодной войны, она все время поднимала вот эти звериные в людях и с успехом как бы осуществила, что частное выше общественного. Поэтому вот нужно обязательно как бы понять вот это. Спасибо. Заключите слово. Спасибо выступающим. Виктор Аркадьевич полностью поддерживаю, согласен. В отношении товарища Чижевского эмоциональное оно протестно звучит, хотя так если вдуматься, то отдельное положение противоречит друг другу, то Путин подчиняется Западу и выполняет его команды, то вроде как не подчиняется, а подчиняются другие, то есть здесь определитесь. Вообще есть позиция у нас РКРП, мне кажется она более выверенная и более научная, ваш взгляд на данную проблему. Поэтому я рекомендую ее использовать. Значит выборы прошли, это не последние выборы, впереди у нас выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Участие в выборах это форма классовой борьбы, без овладения которой трудно надеяться, что рабочий класс возьмет государственную власть в свои руки и установит диктатуру пролетариата. Надо обладевать всеми способами. Владимир Ленин об этом много раз говорил, много раз писал. Поэтому впереди у нас много дел. Первоочередное, как мы уже сказали, это постараться зарегистрировать политическую партию для того, чтобы использовать этот инструмент в выборных делах. Объявление. Следующее занятие следующий четверг. Тема повышение производительности труда и профсоюзная борьба. Занятие ведет делегат российского комитета рабочих Дмитрий Юрьевич Шилов. Дмитрий Юрьевич Шилов. Документарь Николковского завода. Встречаемся в следующий четверг. КОНЕЦ